в дискурс сегодняшний в обществе плотно вошло рассуждение о том что человек перед системой судебный и правоохранительный он беззащитен и что ему делать и он практически в любой момент своей жизни может с ней столкнуться и с высокой вероятности столкновение всегда будет не в пользу результаты столкновения будут не в пользу гражданина проблема того что очень многие сограждане наши виновные и невиновные находятся последствиями и прямо сейчас пока мы разговариваем находится в судах они кто уже осуждены а некоторые в сизу некоторых а топирует а некоторые в колониях и все эти люди и их близкие нуждаются остро нуждаются в популярных инструкциях по защите своих прав это не менее легитимная проблема чем вот как не позволить своему бывшему ломать свою личную жизнь как забыть свою бывшую козла да 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 и как забыть своего бывшего последние 17-18 лет и с момента наверное когда резко стали менять в начале двухтысячных всю старую советскую остававшуюся правоохранительную элиту просто на глазах стали убирать 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 сначала генералов потом ниже ниже и стали меняться nori указания стали меняться задачи основой работы стала статистика компанииτά статистика погоню статистика всегда рождает компании чину Доходило до таких вещей, там прокурор района вытаскивает какого-нибудь представителя колхоза, они сидят с ним, пьют вдвоем в кабинете, тот ему говорит, я сейчас возбужу дело в отношении тебя, ты признай, пожалуйста, мы там штрафом каким-нибудь обойдемся, максимально быстро тебе все это снимем. Но потом, когда вдруг тебе что-то надо будет, ты тоже придешь или мы там тебе проверочку хорошую напишем. Вот серьезно все до этого доходило. И пошли под эту компанищину люди невиновные. Пошло, пошло, пошло. Пошел вот этот вот удельный вес нарастать дел в отношении людей невиновных, либо вообще непричастных. Вдруг появилась в практике статья экстремизм, призывы к экстремизму, оправдание терроризма. Это то, чего в принципе не было в нашей практике. Ну и терроризм с экстремизмом, говорят, не было в таких количествах, объясняют нам ваши коллеги. Нет, терроризма было гораздо больше. Вспомните конец 90-х. И вспомните в конце 90-х хотя бы одно уголовное дело по 282 по экстремизму. А потом, ну как во знаменитой статье, да, по мере укрепления социалистического строя и продвижения коммунизма появляются внутренние классовые противоречия. Откуда появились экстремисты сотнями, тысячами? Неизвестно. Это абсолютная политизация. За неуважение к власти, да за все, что угодно. За репосты. Да, какие-то репосты, где-то что-то высказался, какое-то оценочное суждение высказал. Ну если, скажем, уголовный кодекс, уголовная статья, это оружие такое серьезное, технологическое, да, там процесс большой проводить. А административный процесс, это дубинка, ты подошел, дал по башке, а результат тот же. Когда ты сталкиваешься с этой системой в любом из ее проявлений, сейчас мы вот к ним подойдем конкретно, то как бы немножко поздно, и ты не понимаешь, что тебе делать, и ты теряешься, потому что для тебя это впервые, ты вот живой человек с руками и ногами, который ничего кроме, как, не знаю, печь пирожки или писать контрольную по истории не умеешь. Вдруг раз тебе в дверь звонят, ты спрашиваешь, кто там, если спрашиваешь, кстати, хорошо, если спрашиваешь. Открываешь дверь, там какие-то дядьки. Инструкции как бы есть, их много, но на самом деле они не очень понятны обывателю, потому что они слишком абстрактны. Открываешь дверь, там какие-то дядьки. А вы кто? Нет, вы кто? Мне лучше сразу лечь. Труп или три трупа, то что зарезанных, вы собирались расчленять, но не успели. Ой.